Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение партии в Сидмерс Цивилизейшн 5, в которой я играю за Швецию. Если вы смотрите эту игру не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо легко находится в описании к видео. Всегда интереснее смотреть с самого начала и полностью. Ну а всем остальным приятного просмотра! Ты мне даешься алюминий, мы заключаем оборонку до 25 ходов. Нельзя оборонки заключить. Вернее, они не действуют так, как ты думаешь. То есть, если вы заключаете оборонки, это не означает, что вы не можете. Если нет алюминия, ты можешь построить эти заводы, тебе это меньше в оборонке выйти, чем строить армию и упариваться в автократ. Что-что-что? Он говорит о том, что тебе в заводы лучше выйти, построить мусорные заводы ради алюминия. Ты послик всю пронку, все на войну с автократом. Из-за того, что у тебя нет алюминия, так ты можешь в оборот заводов поставить, поскольку это там в оборонке. Так раз все равно меня начнет улетать, и я буду улетать. Ты же сам сказал, что... Подожди, ты собираешься улетать, я так понимаю, американец? Улетать собирается раньше тебя. Ты думаешь, ты раньше следовала? Я думаю, что он раньше улетит по той простой причине, что он может купить детали, которую я не могу. Но поэтому я предлагаю... Нет, понимаешь, так ты точно не выберешь, ты к меня упоришься, твои конкуренты будут спокойно улетать, а ты упоришься в автократ. Так он же уже не хочет с тобой воевать, он тебе хочет деньги дать. Ну так я тоже не хочу. А сколько ты алюминий хочешь? Есть в школе? Восемь. Даже... Да нет, семь, семь подехали. Просто как оборонка наша будет звучать? То есть ты мне должен отстать ходов? Нельзя вообще вести такие разговоры, это не по правилам. Да, да. Как бы правила турнира запрещают вот это вот. А, да, ну тогда. Типа ты со мной вообще не во... Можно про ядерные ракеты, это можно. А что оборонка тогда дает? Ничего. Ты вообще на турнир как записывался? Правила я не читал в принципе? Я думал, что там, ну как бы оборонка, как 25 ходов оборонка работает. Нет. Там, по-моему, так, если вы заключаете оборонку, и на вас кто-то нападает, то вы 10 ходов не можете мириться с варбингером. Я хожу. А, блин, так, да. Хост не может, наверное, ходить. Да нет, ходишь. Ходишь? В общем, смотри, Чета, у меня 3300 денег. И у меня все принято на покупку юника. У меня вторая армия. И ты просто уходишься, а мы улетят, и все. Зачем ты в своем уме вообще на свободу и тебя поевать зачем-то просто как-то так, да? Ну, а какие ты мне опции предлагаешь? Ну, я не могу предложить, потому что нельзя ничего, понимаешь? А чего ему тебе предлагать что-то, подожди? Я не понимаю, зачем тебе нападать на Кель? Ну, блин, ты угрожаешь Кельту, что ты на него нападешь и требуешь от него, что он тебе дал алюминий за деньги? Ну, по-моему, он вполне в силе от тебя отбиться. Как не лучшая цель для шантажа. Ну, я просто других способов не вижу. Способов чего? Да, блин, ну ты даешь. Ну, мне кажется, вот просто даже я вне, как бы, этой игры, то есть я, конечно, хочу победить, но, по-моему, ты вот не прав просто. Не, я рад, что вы воюете друг с другом, но мне кажется, это неправильно. Немец ты тоже рад? Ну, не знаю. Но они сейчас упорятся и еще тут. Ну, да, я не очень вот понимаю, ради чего. То есть, американец выпадает... Если в тебя еще перс упоролся, вот это я был бы доволен. Ну, перс не может в меня упороться, он просто тупо далеко. Может, захватывает Сингапур именно, а хотя он союзник, ему даже захватывает, не взять. Да он даже из Сингапура, да не, он настолько отстает по армии, то есть я своими бомберами... Вот даже если он придет в своей армии, я просто бомберами буду ее на подходе мочить и все. Ну, немец приколист, конечно, я, блин, по науке-то весь смотришь, нет, там... Слушай, вот немец, мы тебе обрезали, города государства, ты все равно первый по производству. Расскажи, как ты это делаешь? Вы лучше расскажите мне, как вы это делаете, что я первый с такими местами, как у меня. Стойте, Чеп, а зачем ты меня поймешь? Ты не мог хотя бы в первой планетаре, как это делать? Что? Не мог поймешь в первой планетаре, как это делать? Мне как поймется. Или я должен... Я не слышу. Серьезно, Кель, ты посадил даже в сектуну шпиона, да, и даже я там его убил. Ну, его и там у нас. Что за человек? Ну, я просто немножко понимаю в этой игре. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Американец, что это за гатлинг? У меня на... Тебе хочется вообще на два фронта воевать, я так понимаю? Какой гатлинг? Ну, выше Хельсинки, слева от Стокгольма. Ну, блин, сзади на ходу пола, красиво. Естественно, у метод Кристот активизировал, но я не успел купить ничего. Взять каштингу, только успел купить. Даже стен-то у меня было. Стены были. Ну, да, но тут видно, что у тебя... Там же вот эти Бей-17, но толк по городу... Я тебе забыл сказать, действительно, Кельт, я забыл сказать, что это очень видно, что ты не построил вообще практически защитные здания. В смысле, у меня вот сейчас строится военная база. То есть у меня даже арсенал построен. Ну, поздно. Так, у меня опять не входит. У меня тоже. А я думаю, что происходит? Ну, у меня щепы опять, спинка поднимается. Все, я вылетел, видимо, да? Да. Ну, вы там повоюйте, я тогда... Потом откатите таймер, я зайду. Я вошел. Отсчитать вам? Да. Раз, два, три. Ну, да, Кельт, в этот раз обставил город. Мне важно, если вы сидите, что у Кельт, самолет, а в том, что ты не должен... Я должен сдать самолетами, а не так... Я вам потом тренируюсь. Так, откатить можете? Сейчас. Ну, я откачу, окей, только... Значит, чего ты высаживаешься, потом откатывай. Ну, как, я не успел походить. Ну, давайте по таймеру. Хорошо, давай до трех четвертей таймера давайте можно. Я не знаю, просто сколько я ходил. Сколько я заходил времени? Давайте... Это у нас справедливо будет, если сейчас откатят, и мы начнем как бы с нуля, потому что человек заходил. Давайте так вот. Я не хочу, чтобы у меня потом время не хватило ответить. Ну, хватит. Ну, у тебя есть с ними, чем откатить? Время-то для всех одинаково, как бы. Нет, время не одинаково. Я не могу в начале таймера ходить. Я дожду до конца таймера, чтобы ответьте всеми своими самолетами. Все, откатили. Вот теперь в первой половине, пожалуйста, американец. До двух минут. Даже там уходит. Слышь, это немец говорит, мне генерал нужен, можно я молоку твою пофармлю? Да, блин. Что ж я... Что со мной не так? Ладно, повоюйте, пожалуйста, и скажите, как вы закончите, я зайду. Да-да-да. А не там на эпической какой-нибудь. Ну, я понял. Накопить-то можно 22 тысячи. Ну, блин, знаешь, 22 тысячи тоже. Такое. Ну, это, наверное, надо, чтобы был Колосс, Петро, Биг Бен, Мачо и высокие города очень, чтобы обрабатывать много торговых постов. Можно сделать и тысячу тогда. Только что делать с этими деньгами и потом... Так, ну, немец, я ухожу отсюда, я думаю, он уже... Не надо только одним юнитом там ходить, да, после этого, пока что это важно. Немец, я ушел, сам следи там. Немец, ты меня услышал? Да, услышал, услышал. Ну, я волнуюсь. Так, сейчас ты заканчиваешь, пока? Нагрязно. Сейчас, один момент. Еще ухожу. Слышь, Кель, я хотел бы молоку пофармить. Мне нужен генерал для квеста. Я не хочу сбегать, я не убиваю, я не убиваю. Это самая ситуация, как ты видишь. Все, я заканчиваю ход. Ты? Ну, лучше дефейсов. Возможно, мы... Лучше тебе еще... Нет, Кель, да, мы тебе готовы помогать. Лично я готов помогать. Естественно... Да, блин. Все, у всех все ходит, да? Готовы? Да, да, да. Раз, два, три. Потом я откачу, и Причер зайдет. Какой в этом смысл? Лучше бы я сначала зашел, а потом они воевали. Так, придется ждать, пока я похожу. Ой, господи. Не знаю, можем подождать. Подождать нам? Воюль, воюль. Пока я влетит в них ссору. Пока я влетит в них ссору. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, мы играем с рассинхронами, скорее всего, следующий ход опять будет рассинхрон. Да. Да, блин, а может тупо сейф лучше загрузить? Да, по-моему, будет то же самое. Это пока в игре двое, кто конфликтует, будет все время. Могу попытаться я сделать сейф, но у меня рассинхрона не грузится, но обычно не лагает. О, я все открыл. Ну, либо отдавать, я зайду, попытаемся, может нормально все будет. Подожди, они еще воюют. У меня что лагает? У меня опять не ходит, а какие керяги... Да, он не знает, потому что не ходит. Все, ходит. Да, начался, отлично. Рассинfind. О, я не могу. Эти-то. Затем. Я же забываю, что это... Эти-то. Эти-то. А вот лагает. Эти-то. 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 Эти-то шум-с-тё. Эти-то. сейчас тема почувствовал боль что такое кого озвучить смотрите количество кто там кого заберет ну кельт пора забирать американца значит но он все заберет наверно окно отлагает парашютист не поднимается блин ты задолбал это типа как отмазку нет он реально лагается я я подтверждаю видел видел только что он приземлился больше не будет так производство производства производства будет здесь сажать спецов нет для здесь здесь вообще уже все клетки обрабатываются кстати сможет уже не расти давайте на производство поставлю 30 жителей норм и так единственное надо вот сюда на науку остальное блин капец так производство я тоже так ну что уходят все какой четвертый раз мы этот ход играем я не знаю третий четвертый я не помню ричард ход не заканчивай так так Чефа на этот раз поумнел, то все ходы он все еще пытался и теперь назад побежал. Пора же научиться играть в эту игру, после третьего и четвертого раза он понял, что там ничего не смекешь. Ты же тоже поумнел, второй раз поставил вокруг города защиту. Все мы учимся на своей карте. Я бы их первый поставил, если бы ты не ходил на последнюю секунду. Я же вообще не хожу, я просто жду когда две минуты и когда уже начинаю ходить бегать. Чтоб точно знать, что мне ничего лево там произойти. Не, ну ладно, под городом же ж я поставил до таймера. Нет, ты поставил после таймера. Причер не заканчивый ход, напоминаю, не заканчивый ход Причер. Кстати, Причер, вопрос есть к тебе. Меня слышишь? Какой, да. Ты ход не закончишь? Думаю, нет, но это не точно. Объясни, зачем тебе компьютер, это что, Warmanger? Мне? Да. Я хочу spaceship factory построить. Что это такое? Ну, ускорение, ну, чудо, ну посмотри в роботик. А, ты просто по-английски сказал, я не понял. Ну, я на английском играю. Ну, в принципе, 10 секунд осталось. Я думаю, если Причер сейчас закончит ход, уже никто не расстроится, да? Угу. Кстати, на этот хост нормально вроде не лагает. Да, да. Я нормальный хост. О чем и речь. Только единственное, у меня аэросинхроны не прогружаются. я еще вовремя вспомнил про ланс к местам или вообще хорошо ты так и устал и пошел секрет типа занимал что и в коммерции уже открыл и 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 еще одного ученого хотя не ученые давайте глянем так писатель через три хода ученые 18 до ученые не скоро и золотые века закончились чем они шумы шаринку а не попытаться вырастут 28 тут все на производство переключу 27 тоже все на производство тут уже просто все на производство переключено поэтому особо нету смысла нет как здорово что американец кельтом воюет это просто такое счастье я походу один соперник остался немец только вопрос воевать с ним или на развитии играть ядерки друг на друга сбрасывать не можем договоренность такая я уже 2 по населению это здорово а у меня проблема со счастьем начинается молока хочет серебро мельбурн цитрусовые и деньги причем цитрусовые у меня есть я просто их даю персу вот он закончил я ему давать и мельбурн стал моим союзником и счастье появилось ну смотри и в это время американец строит хабов нормально вообще кельт что ты хочешь чтобы тебе помочь с американцами смысле вообще садить да их нельзя сжигать их надо в академии у него столько чудес этих не чудес в смысле ресурсов кельт тебе помощь нужна какая-нибудь ну кроме войны конечно что нефти да у тебя нет как нет а это я всю нефть получаю от гэгэшик зачем зачем тебе ему помогать ну что ты хаббл построил чтобы не лагал я потратил и что типа ты считаешь типа все за те сказать о и он бедняга инженера потратил ну тогда ладно то что ты получаешь очень неплохо прибавку к науке это можно не обращать внимание куда странно почему у меня у меня всего пять бомберов почему вот моя нефть 7 штук все какой-то очень странный глюк я не паял почему я не могу дать нефть у меня есть своя нефть своя нефть причем мои бомберы и и полностью не используют меня даже вот я навожу на нефть написано сколько используется по сравнению с тем сколько у меня нефти есть почему я не могу дать остаток кельту я не понимаю блин а ты что и и купил давным-давно я какой-то квест выполнил я даже не не обращал внимание особо ну извини не местом не алюминия дашь или перс я серьезно какой-то в американс почему я не могу к суши немец дай кельту нефть тебе кажется что слишком круто что американец хаббл построил я их посажу только я бою и мне надо хоть как-то типа вы оба развиваетесь да то что этот хаббл дает тебе еще плюс бесплатный спейсшип factory которые плюс 50 процентов производства к космическому кораблю это так не важно там осталось сейчас у кого-то будут прямо сходу на ход ходу шведов не она я лазеры не открывал я робототехнику открыл лазера открыл не я я думаю я думаю что лазера открыл американец так что я бы не давал ему алюминий да просто украсит алюминий скорей снова он там хочет ну да мне надо на она на остался немец ты можешь мне или мне дать я не буду на тебя именно под дай ну точнее если на тебя нападут и забери Я отходил, кто на немца будет нападать? Не-не, а алюминий мне можешь дать для военной скельтон? Смотри, это американец выходит в стелсы, потому что я не открывал лазеры. Да, американец выходит в стелсы. Сможешь мне дать алюминий? Не знаю, надо подумать. Подумай. Против тебя я его использовать не буду, потому что ты его как бы заберешь, если что, как минимум. А я пока по воюю скельтом. Так а зачем тебе помогать скельтом воевать? Слушай, немец, ну хорошо, дай ему там какие-нибудь четыре алюминия. Я тоже не помню, потому что он сам напал, сам ничего не сделал и теперь хочет, чтобы ему помогали. А зачем? То есть объясните, зачем кому-то ему помогали? Ну мало ли. Сказать бы на тебя напали, я выдался, ты сам нам. А зачем? Сам ничего не смог делать и теперь просишь помощи. Так, все, Старбун вырос. Ну не знаю, но голду мне хотя бы какое-то предложение, но я не уверен, что я соглашусь. Так, сколько там до строительства? Один хуйбоку надо отключать. Ну, как-то да, нечестно тебе помогать. Кельт, конечно, автократ, но я тебе могу штуки две дать или три за голду, не просто так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрите, какое производство у немца. Да что с этого производства? У меня не открыто еще даже комбайнер Армс. То есть у меня тихо вообще не будет. Свобода все равно страшнее выглядит, потому что купить можно. У ангрикоса подвески в ход, вы ему помогаете. Зачем вы ему помогаете? Я ему не помогаю, Кельт. Я тебя спрашивал, чем тебе помочь. Это какой-то глюк в игре, что я тебе не могу дать нефть. Нет, ну я немца спрашиваю, зачем он хочет чуваку помогать, который в голове разогнал подвески, в ход, свитцы. Черт, это бред. Почему ты не могу дать нефть? Он улетел потом? Он улетел потом? Нефть? Реально. Я ж тебя немец не трогаю. Спокойно, вы там разбирайтесь, кто умеет таять. Он на меня на пол, если не будет разбираться, зачем мне помочь. Да, я вселенское зло. Блин, Аймер строит чудеса. Нормально вообще? Нормально, я спутники у кого-то украл. Это кто там такой? Ваши в тон? Ничего себе. Шведу осталось всех ггшек купить и все, одновременно. У меня нет столько денег. А зачем тебе денег? Просто подкопил бы этих музыкантов всяких? Я их не копил. Всего-то надо раз, два, пару... Не забывайте, что голосовать только за себя можно. Да, ладно. Пожалуйста, спасибо. Взрыв мне. Спасибо. Отв aqui за субтитры. У меня нет. Взрыв мне. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что застрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы застрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.